Добрый вечер, шановное господарство, у эфира «Объектив» с вами Ярослав Стешик. И вот что сегодня у выданни. Тутбай и зеркало – экстремисты. Под административную статью фактически подводятся миллионы белорусских интернет-пользователей, которые и репостили материалы портала, и сами размещали ссылки на новости. Накольки беспечно у Тбилиси. Крузинским властям будет несколько трудно просто так вот выдавать, скажем там, белорусских оппозиционеров. Нелегальную миграцию Терас Беларусь берут под контроль. Сначала они должны понять, что никто их тут не ждет, и что они в Германию не поедут, потому что то, что им обещали – это ложь. Грузия может стать небеспечной для белорусских диссидентов, які спробуют сховаться там от репрессиев. Сегодня набыла моц домова обсупрации меж белорусским КДБ и службой безпеки Грузии, подписанная пять годов тому. Накольки высокая рызыка лететь зменску про Тбилиси высветляла Катя Малей. Грузия все лета стала одной из самых популярных и доступных краин для белорусов. После того, как скасовали авиарейсы в Европу. Сюда стали пребывать не только на отпочинок, а лейк абсхаваться от переследов белорусских уладов. Однако и у гостиной Грузии для их может быть небеспечна. Набыло моц погадненняя абсупрация КДБ Белоруссии со Службой безпеки Грузии, якое распрацавали и подписали еще в 2016 году. На нее вызначены термин. Документ опубликованный на национальном правовым портале Республики Беларусь. У рамках этого погаднення Баким у ответственности с национальным законодавством державов Баку ожитивляют супрацию и взаимодействие, уличывающие интересы за обеспечение державной безопасности Республики Беларусь и Грузии. И для этого вызначают на прамки узгоненных деянням помеж боками. Погаднення регламентуя супрацию и взаимодействие КДБ и СБГ. Это обмен информации, сприяние уборадьбе со злочинствами супрация держбезпеки, терроризмом и кибертерроризмом, организованной злочинностью, незаконным оборотом сброи, коррупцией, раскрытием секретной информации. Форму супрации предугледживают выканание запытов и передачу персональных дадзиных, проведение супольных мероприемств, обмен досвидом и гадыгдалей. Однако подставы для паники правооборонца Роман Кисляк не бачить. Я думаю, что могут возникнуть проблемы по сотрудничеству для белорусов, передаче каких-то сведений. Но что касается выдачи людей, чего люди опасаются, само это соглашение, оно одно не регламентирует. Также есть другие нормативные акты, международные, которые регламентируют эти вопросы. Я думаю, что это не будет так легко задержать и выдать граждан, которые обвиняются в Беларуси по сфабрикованным политическим делам. У грузинских медиах документ по куль не обмярковываются. На думку политичного аналитика Георгия Нодыя, грузинские улады не затекавлены у его оголосцы. Грузинским властям будет несколько трудно, имея в виду давление общественного мнения, просто так выдавать белорусских оппозиционеров в режиме Лукашенко. Из-за этого будет большая критика как изнутри Грузии, так и со стороны Запада. Так что я надеюсь, что они этого делать не будут. Темняменш, политолог не выключает, что на подставе этого погоднения грузинские улады могут выдавать белорусов. Тем более, что подобный инцидент уже сдарался. Журналисты Афгана Мухтарлы похитили из Грузии и увезли в Азербайджан. То есть официально Грузия не передавала этого журналиста в Азербайджан, но фактически его похитили. И обстоятельства похищения заставляли думать, что на самом деле спецслужбы Грузии были к этому причастны. То есть было какое-то тайное сотрудничество между спецслужбами двух стран. Но это вызвало очень большой скандал. В Грузию прибывают сотни белорусских журналистов, правооборонцев, активистов. Со словом нашего коллеги Олеса Леучука, який теперь живет в Батуме, тут они себя чувствуют в Биаспеце. Некоторые тут уже застаются в столе, они купили себе житло. Тут они проводят террозные акции под червоно-белым стягом. И пока никаких СТСов не возникало. Мы сподяемся, что так протягнется и далее. Верим! Можем! Вера! Можем! Если Грузия считает себя демократической страной, которой она, по моему субъективному мнению, и является, то такие договоренности с террористическими государствами нельзя подписывать. Конечно же, все это меня печалит, и я начинаю здесь тоже напрягаться и чувствовать себя очень не в безопасности. Не стоит опасаться всем белорусам, что их тут же с следующего дня начнут выдавать по запросу в Минск. Это ганебно для Грузии, потому что Украина мкнется в Европу, имкнется до свободы, имкнется до европейских каштованностей. Если сотрудничать с диктаторским режимом, это, мне кажется, не то, что Грузия должна делать. Найбольше безопасно белорусам теперь, на думку Романа Кисляка, шукать притулку на Заходе. Катя Малей, Белсад. Журналистку BBC в Москве Сару Рейнсфорд, которая днями задала Александру Лукашенко питание про репрессии, санкции и страту легитимности, примушают съехать из России до конца жнивня. Ей не продолжают визы. Атакуются белорусских журналистов. Теперь информационную продукцию порталу Тутбай и зеркало АйОу признали экстремистскими материалами. Анастасия Русецкая. Материалы порталу Тутбай и ягонных соцсеток, а так само зеркало АйОу признали экстремистскими. Рашение принял суд центрального района Менску. Улик экстремистских трапили и логотипы Тутбай и зеркала. Под административную статью фактически подводятся миллионы белорусских интернет-пользователей, которые и репостили материалы портала, и сами размещали ссылки на новости, на разделы портала, на все прочее. 99, я думаю, процентов белорусских СМИ подводятся под статью, поскольку большинство из них, включая государственные, и включая те, которые обливают нас безостановочной грязью, использовали и логотип, и ссылки на наши материалы. Гэтак поводля падлика у журналистов. Только сайт-выданья СБ «Беларусь» сегодня мае аж на 1607 згадок из посылок на Тутбай. Административным правопорушением, раз павсюд продукции Тутбай и зеркала АйОу, будет лечиться после того, как контент занясутся у республиканский спис экстремистских материалов. Пазов подало Министерство внутренних справов на початку червеня. Тады он дотычу выключна контенту Тутбай. Однако у гэты понеделок его дополнили просьбой признать экстремистскими так само и материалы зеркала АйОу. К сожалению, мы не знаем, на каком основании. Они, опять же, усмотрели в публикациях «Зеркало» какие-то признаки экстремизма. Но мы до сих пор не ознакомились с материалами. Возможно, это сделала наша защита на суде. Но у нас сейчас пока никакой информации нет, какие именно материалы вызвали претензии МВД Беларуси. Редакция «Зеркала АйОу» означает, что большая частка команды Тутбай не мает до нового проекта никакого дочинения. Обскарживать постанову суда будет и «Зеркало АйОу», и «Тутбай», покольки юридичных – это две разные компании. Мы реалисты, мы понимаем, что, скорее всего, это ни к чему не приведет. Но это возможность, которая дана нам законно. Значит, мы будем ее использовать. Сайт «Зеркала АйОу» на территории Беларуси заблакованы. Это было сделано в первый день працы нового медиа, 8 липеня. Читать материалы можно в соцсетках, а так само в мобильной программе, которая экстремистская и непризнанная. Уважаемые читатели, пожалуйста, продолжайте подписываться и на «Зеркало», и на медиаресурсы, на социальные сети. Тутбай, бывшие, теперь они «Зеркало», закон позволяет вам оставаться читателями. Не предугледженная в законодавстве отказность так само для героев, публикациях и экспертов, которые дают комментарии. Кирилл Волошин упевнены, что беларусы не отмовятся от права отримливать правдивую информацию, не глядячи на все спробы уладов дескредитовать незалежные меди. Тягом жнивня экстремистскими признали так само «Белсад» и спортовый интернет-ресурс «Трыбуна». Другий день працовного визиту Светланы Тихановской у Норвегию. Сегодня беларуская лидерка сустрелася со свайном Туре Гулсадером, гендиректором норвежского концерна «Яра», який заявляется наибуйнейшим покупником беларускалию. Тихановская закликала компанию отмовиться от супрацы с режимом Лукашенки, как примусить его спынить гвалт, вызволить политвязня и провести новые выборы. Гендиректор «Яры» отказал, что готовы переглеть здесь ситуацию и до Снежня вызначаться на кон дальнейшей присутности ягоной компании у Беларуси. Размова была досы сконструктывная, керавники уважливо слухали то, что, каже Светлана Тихановская, они признают, что для них это вельми тяжкое решение, они уже не раз разглядали и были готовы спынить эту супрацу, потому что все вахчамые червоные линии были проведены. Светлана Тихановская же значила, что, ведомо для будущей новой свободной Беларуси, яра будя важным и надейным партнером. Сенешняя ситуация дала мне глубейшее уявление про позицию Светланы Тихановской, и мы домовились, что сможем быть больше активными и выполнять дальнейшие деяния. Яра постановила переглядить ситуацию и до Снежня вызначаться на кон дальнейшей присутности в Беларуси. Тем часам мы протягнем выкарастовывать свое становище для дальнейшего просовывания пытания безопасности работающих и правов человека. Колейные угновения, разом с нафтоперепроцовкой, буйные галины беларуского экспорта. Беларуськалий приносит у бюджет 2,5 миллиарда долларов что год. Оппоненты Лукашенки долгий час закликают норвежскую компанию Яра скасовать контракт с Беларуськалием. Ранее супраць Беларуськалию увели санкции излученные Штаты Америки. А напередодний Министерство транспорту Литвы обвесила, что Снежня спыняет транзит беларуских калийных угновения про свою территорию. Ситуация с нелегальной миграцией у Литву про Беларусь поляпшается. Про это поведомляют в Литовском министерстве внутренних справов. Спынить плынь мигрантов допомогло тое, что их вертают у Беларусь с Литвы. Але под погрозой застаются и іншие наши европейские суседи. Надея Бельская. Литва заявляет про стабилизацию на мяжи с Беларусью. На этом тыдне мы не поселили у Литовскую республику каля 200 нелегальных мигрантов. Каля казаць агулам, ад другого жнивня, гэта 1340 особоў. На гэты лікварта глядзець крытычна. Гэта могуць быць одныя и тыеш людзі. Ад другого жнивня Литва стала вертать нелегальных мигрантов у Беларусь, краину, ад кулі я не идуць. А поздней пропоновала кожному, кто поспел промянуть мяжу, по 300 евро за вертанье на родзиму. Сначала они должны понять, что никто их тут не ждет, и что они в Германию не поедут, потому что то, что им обещали, это ложь. Вот это самый трудный момент, потому что они нам не верят, потому что думают, что мы им лгом и лжем. На початку жнивня у Рудненкайским миграционным лагеря отбылся бунт, а сёння ночью из лагера у Алитузским районе праспадкоп утекли 32 человеки. Двоих зловили, за остатними подняли вертолёт. Знасти у текачёв пытанье двухдён. У базе дадзиных есть отбитки пальцов, кажа Эвеліна Гудзинскайте. Если их кто-нибудь поймает в Германии или в Польше, они просто увидят, что эти нелегали попали в Евросоюз через Литву, и они будут обратно возвращены в Литве. У миграционным кризисе Европа виноватись белорусские улады. Сёння жуначе на мяжи отбылось нетиповое здарение. Белорусский помежник трапил на территорию Литвы. Навидая, видать, метана Кирована. Его засёк патруля Ховы, кажуць, у гэтый момент службовец размовлял про телефон. Беларусь ніяк здарение не коментует. Про засобные каналы на узровне уповиноваженных особов белорусский бок ведал про гэтый инцидент. Мы иницииуем его расследование. Так само в ближайший час МЗС выставить ноту Беларуси, сказала министр Камус. От початку года у Литвы с территорией Беларуси трапили свыше за 4000 нелегальных мігрантов. Цепер ситуация на белорусско-литовской мяжи полепшилася, але горш стала на мяжи Беларуси з Латвии и Польшей. Пытання не узабаве обмяркують министры внутренних справа Українау и Евразвязу. Надзея Бельская, Белсат. Минул год, як з закратаў, вышлі перші затриманныя ў паслявыбаршую ночь. Параніныя гранатами і кулями, грамадзяні, які прайшлі милицейскі садызм і катаванні, не дачакаліся справедлівості ад прокуратуры і слетчага камітэту. Надварот, ў распачатых кримінальных справах шмат хто з їх аказаўся нападнікам, а милиціянты – патярпелымі. Як склаліся лёсы гэтых беларусов, распаведзе Юлія Тельпук. Гот таму пасвеце разлятіліся свечані пра тое, што перажылі затриманныя ў Беларусі ў паслявыбаршую дні. Каго сіловікі схапілі дзявятага жніўня, пасля трогдзён з декаў і гвалту вышлі з ізолятораў. Ганна Ліпяшкевич, бадай ў їхным ліку. Білі не ўсіх жаншын, ў адрозніні ад мушын, але ўсі ровна гэта не було ежы, гэта не було ніякаі бялізны, не було вады піцівой, і нічога такога не було. І 36 чалавек ў камеры. Гэта тое, што, ну, куды патрапіла я, камера на четверых, нас там було 36. Вось, а тое, што мы чулі ночу, калі гвалтавалі мушынаў, ну, гэта, не веду, а свенцым. Нікаторых затриманных дзяўчын збівалі, як і мушынаў. В этом бусі омоновцы дзіць штук меня білі, дубінами білі, оскарблялі, угрызалі смірці, снималі штаны з мене. При задержанні не білі, збівалі. Збівалі, в нагулу ставілі в автозакі. Люді выходзіли з ізолятораў з ематомамі, пераломамі, разрывамі цягліцав і сатрасіннямі, выбітымі зубамі. Дамоўяны верталіся, прасшпіталі. Лекары выходзіли на профісійны протэст. Пачынаючы з 10 жніўня летось, не змаўкалі тэлефоны, уствораным місяцам раней, міжнародным камітэці расследування катавання ў Біларусі. Кажа правоабаронца, Сяргій Устінаў. Сем'ї прасілі да памогі ў пошуках родных. 13-14 жніўня пачылася іншая праца. Людей, которых пытали, они даже не разговаривали с близкими родственниками. Они были в шоке, они не знали нам, правозащитникам, буквально приходилось и психологам быть, и правозащитникам. Об'ясняли, что нужно делать в первую очередь. Это нужно было сфотографировать и снять на видео следы пыток, и потом уже идти писать заявление в Следственный комітет и в прокуратуру. А пошнія не стали на боках вяраў. Атказам більш, чым на 2000 заявав з усіх кудков Беларусі, сталися спачатку адказы об працягу терміну правярання до трох месяцев. А пасля узяття силавікамі курсу на зачыстку протестовой хвалі законотворцы зрабілі поправкі ў Кримінальны кодекс. Згодна за дною з їх правяранні дозволяецца выдоўжуваць на невызначены термін. У выніку аневодной кримінальны справы супраць людзей при выкананні і невядомых ў балаклавах справы заводзять супраць пазоўнікаў. До сих пор отсматрюють весь видеоряд, все видеоматериалы. Если лицо, которое принесло заявление, где-то фигурируєт там, хоть в каких-то активных действиях, неважно, вышел на дорогу, тогда уже в отношении него возбуждаются уголовные дзела. Против многих потерпевших возбудзили уголовные дзела. Пиратрусы затрыманні на содні, высовыванні абвіновачанняў. Засупраціў милицыянтам тіамапаўцам, за гвалтці пагрозу гвалту дачыненні супрацовніка, організацію ціў дзел ў масавых беспарадках, судовай залі на так званая хатню і працовную хімію ціў колонію. Цягам года супраць інша думцаў завелі 4690 крымінальных справаў. Хто паспеў, выехаў з краіны, як Ганна Ліпяшкевич. Мене пасалі пераследоваць за таго, што я працягнула ўдзеліншыць ў протестах, ў якості музыкі, які выступаў на дворовых концертах. І быць музыкантам, і співаць неправильны піснях, гэта так сама зараз небезпечна ў Беларусі. До пераезду Ганна працавала ў Беларускай дзержаўной филармоніі. Юлия Тельпук, Белсад. Ситуація ў Афганистане маўсе прыкметы гуманітарной катастрофы, попереджуваюць ў організаціі об'єднаных націў. У выніку деяніў террористычной ісламістській груповкі Талібан адбуваюцца боі, понижаюцца ўзровінь громадянскіх свабодав, а людзі утякаўць сотнямі тисячав. Рух Талібан адмовіўся ад пропановы ўраду Афганистану ападделі ўлады, бо їх можа задаволіць толькі ісламскі ўрад. Іначе яны будуть працягваць узброўну боразьбу. Талібы ўзяли под контроль гарады Гэрат, Газні і другі паводлі величіні афганскі горад Кандагар, яны ўсё ближеў до Кабулу, століцы Афганистану. Там ўжо не здейнічуюць заходні дыпламаты, ідзе падрыхтока до эвакуаціі персоналу амбасадав і гуманітарных організаціў. Адмысловцы адзначають, што поспіх талібав, разгромленных 20 гадав тому, цяпер звязаны не з ўзровнім ўзбраєнняў і вайсковыя організаціі, а з корупція і мясцовых ўладав і слабастю афганскага ўраду, які не можа контроліваць сітуацію пасля выводу американскага контэнгенту. 65 гадав тому не стала Константина Міцкевича, якого ўсе мы ведаем, як класіка беларускай літературы Якуба Коласа. Хочам проставіць вам фрагмент аднаго з паэтичных клипаў на верш Коласа «Эй, скажі мне, не барача». Відео стварылі белсатовцы ўгонар гадавіны мірных біларускіх протестов. Ой, давно б я ўсё пакінув, толькі ж много слёз я лінув, вылив поту ўтыя ролі, де ўзыходять пісні болю. Дыкняхай свят хоў трасецца. Я тут вырос, тут ізгіну, а разорок тыхня кину, де мой смутак, жаль снуецца, де мне шасті не даецца. Бо я твёрдо вероў тое, што наш засеў поле дікім, гневам вырасте вялікім, і затопіць ўсё злое, ўсё няшшасті векавое. На гэтам ў мене ўсе новіны, але больш падрабязнаццяў на нашай сторонце белсат.эу, а так сама ў соціальных сетках. Заставаеціся з белсатам! Заставаеціся з белсатам!